Ну, вроде бы наше время наступило. Сегодня у нас, ну, необычный, наверное, будет вебинар. По крайней мере, мне кажется, такого раньше не было. Я начал его готовить, исходя из ситуации одного из заданий в ЕГЭ. Я вам покажу его. И вот я, исследуя эту ситуацию, может быть, чрезмерно увлекся, потому что там очень красивое получилось ее развитие. Необычно красивое, которое меня самого, ну, удивило и порадовало. Я постараюсь рассказывать не торопясь. Там ничего, не нужно никаких знаний, выходящих за рамки школьного курса. В этом вся приличность. То есть это просто, как бы, ответ рождает новые вопросы. И вот в каком-то смысле, то, что мы сегодня будем рассматривать, это вот реальный пример исследования, не показухи, как бы, игра в исследовании, а настоящего исследования, которое вот у меня было, и которое, как мне кажется, можно развивать перед учениками. Может быть, не перед всеми. Может быть, это материал, который сильными учениками можно разобрать. Может быть, как пример исследования можно показать его для сильного класса. Может быть, это для подготовки к Олимпиадам где-то пригодится. Это уже вот вам решать. Но настолько красивый, неожиданный получился результат исследования, то я решил попробовать, вот, может быть, это как проект. Проекты же не обязательно должны быть, ну, рукотворные, в смысле, там, какие-то бутылочки, баночки, там, табуретки или там еще что-то. Это же может быть и теоретическая физика здесь экспериментальная, и теоретическая. Конечно, теоретическая тоже опирается на экспериментальную. На одном из, когда я занимался вот теоретической физикой, на одной из конференций, на которой я был, была секция, которая называлась теоретическая теория. То есть, эта теория уж совсем отвергнута от эксперимента. Но интересно, что даже там люди занимали, были захвачены своим делом. Ну, движемся вперед. Значит, вот, название брусок на пружине при наличии трения. Необычные гармонические колебания в кавычках, потому что они не совсем гармонические. Вот задача. Вот задача, которая была в ЕГЭ. Кому-нибудь из вас эта задача попадалась? Эта задача была, наверное, года три назад. Может быть, она и повторялась с тех пор. Давайте рассмотрим. Она действительно не простая. Но она была в реальном ЕГЭ. К одному концу легкой пружины, жесткостью, заданной жесткостью, прикреплен массивный груз, лежащий на горизонтальном столе. Ну, брусок, будем вам называть. Другой конец пружины закреплен неподвесно. То есть, вот, пружина обоими концами закреплена. Коэффициент трения между грузом и столом задан. Груз смещает по горизонтали, растягивая пружину, то есть, вправо. Затем отпускает с начальной скоростью, равной 0. Вот дальше, еще следующую фразу можно понять. А вот последняя фраза, предпоследняя, она именно является самой тут. Груз движется в одном направлении. То есть, это значит, какое направление у нас? Справо налево. Правильно? Если мы растянули пружину, отпустили, начальная скорость груза равна 0. Груз движется справа налево и останавливается в положении, в котором пружина сжата. То есть, проходит положение равновесия. Тут вот не указано, но предполагается, что в начальный момент пружина не деформирована. Это важно. Хотя и не особенно это важно, как сейчас мы увидим. Надо, чтобы брусок назовут. Важно, что начальная скорость бруска равна. Вот, следующая фраза загадочная. Максимальное, начальное растяжение пружины, при котором груз движется таким образом, D, максимальная она обозначена, равна 15 сантиметров. А спрашивается, чему равна масса груза? Вот, скажите, пожалуйста, во-первых, была ли такая задача у кого-либо из вас? Вообще, впервые ли она вам встретилась? Или вы ее видели? Черкните, пожалуйста. От этого зависит, как мне дальше строить. Вот эта задача встречалась или вы ее впервые видите? Ау, дорогие участники, вы не заснули? Так, ну. Так, была. Нет. Значит, кто пишет, что была, кто пишет нет. Так, ну, то есть, я буду ориентироваться на тех, кто ее видит впервые. Давайте. Она, я только одну эту ситуацию на сегодня, но зато тут такой, ну, разбор, ну, для меня, для самого он необычным оказался. Мне было просто очень интересно заниматься. Значит, вот, Елена Шемков пишет, решали и не раз. Ну, так вот, вам будет интересно посмотреть, докуда, вот, мы добрались. Интересно, вы до туда добрались или, может, еще дальше ушли? Вот скажите, пожалуйста, как вы понимаете вот эту вот фразу? Максимальное начальное растяжение пружины, при котором груз движется таким образом, вот, равно 15 сантиметров. Вот напишите, это, на самом деле, именно эта фраза является главной в описании ситуации. И я думаю, что те дети, которые не решили, а их было большинство, эту задачу мало кто решил. Вот, как вы понимаете эту фразу? Максимальное начальное растяжение пружины, при котором груз движется таким образом, равно 15 сантиметров. Ну, это понятно. Но что означает максимальное? Смотрите, какие... В этой фразе очень много информации. Она нуждается в расшифровке, эта фраза. Именно расшифровка этой фразы, это ключ к решению задачи. Давайте мы с вами, прежде чем дальше пойдем. Так, а что-то вот Зухра или Зухра, как правильно говорить, Баташова. И теря и ноль. Такой вот очень загадочный комментарий. Так, что значит амплитуда? Амплитуда чего? Вот напишите, пожалуйста. О! О! Виктория! Вы в своем амплуа? Да, конечно. Это означает следующее. Смотрите, что если мы еще сильнее растянем пружину, то тогда груз, после того, как он дойдет до крайней точки, левой, не остановится, а начнет снова двигаться вправо. Вот представьте себе, если бы трения не было. Если бы трения не было, то тогда груз совершал бы гармонические колебания на этой пружине туда-сюда бесконечно. Правда? А при наличии трения, значит, колебания будут постепенно затухать. Но затухать необычным образом, вот мы сейчас увидим. Вот затухать, совершая половины чисто гармонических колебаний. Это вот совершенно для меня неожиданно было. Значит, и все можно разобрать. Итого. Значит, вот мы растягиваем пружину, да, отодвигаем и отпускаем. Отпускаем. Нет-нет-нет, подождите, Виктория. Вот мы, вот что у нас может быть? Вот давайте мы, значит, что мы, наше? Убираем вопрос, начинаем исследовать ситуацию. Да? Значит, если бы трения не было, брусок совершал бы гармонические колебания с постоянной амплитутой. Из-за наличия трения механическая энергия системы брусок плюс пружина будет уменьшаться, в некоторый момент брусок остановится. Навсегда остановится. Интересующими нас явлениями является движение бруска и его покой. То есть, вот, еще раз, представим себе, что трения нет, да? Мы отодвигаем, бросили, он туда-сюда колебнет. То есть, есть трение, мы отодвигаем, что может быть? Он может вообще, вот, ткнули пружину, оставили брусок, и он на этом месте застыл. Все. Значит, для того, чтобы он вообще начал двигаться, вот это ведь наш следующий. Вот, обозначим Х0, начальную деформацию бруска. Да. Ну, не забирают энергию. Вот, мы сейчас к этому подойдем, Виктория. Тут на самом деле, как я понял, большинство учителей решает эту задачу неправильно. Даже те, кто решает. Вот, мы между собой это вот обсуждали подробно. Значит, обозначим Х0, нельзя говорить, что забирает энергию. Энергия, как мы знаем, никуда не девается, а может только переходить из одной формы в другую. Поэтому здесь происходит преобразование энергии из одного вида в другой. Вот, давайте обозначим Х0 начальную деформацию бруска. Вот, вот, Х0. Вот, это у нас такая уже схема. Вот положение равновесия бруска. Вот это начальная деформация Х0. Вот это ОСХ справа уходит. Это начало координат. Значит, брусок начнет двигаться, если действующая на него в начальный момент сила упругости больше максимальной силы трения покоя. Вот, сила упругости, которая на него действует по модулю. Тут мы все пишем по модулю. Вот. То есть, на месте сила упругости по модулю больше. Вот, Х0, да, на него действует. Сила упругости направленная влево, да. А еще есть на него сила трения покоя действует в начальный момент пока. Ну, ее не хватает для того, чтобы удержать брусок на месте. Мы считаем, что максимальная сила трения покоя равна силе трения скольжения. Значит, хотя это на самом деле не совсем так. Ну, это в школьных задачах принято. Силу я сейчас не изобразил. Значит, мы вообще бы запутали, Виктория. Просто тут и без сил хватает. Значит, ну, в принципе, вы правы. Если вот вы... Значит, может быть и надо было. Значит, КХ0 это сила упругости. Больше может и надо было. Кстати, Виктория, это вы правы. Вот на этом рисунке надо было изобразить. Значит, брусок начнет двигаться только в том случае, если КХ0 больше, чем МЮМЖ. Сила трения... Максимальная сила трения покоя это МЮМЖ. Или, что то же самое, если на К делим левую и правую часть, если ИХ0 больше, чем МЮМЖ делить на К. Вот. То есть он находится за вот этой вот границей. Эта граница будет играть огромную роль дальше. Вот она станет как бы таким эффективным условием равновесия, как вы видите дальше. Вот если он... Мы растянули так, что дальше, чем... Значит, брусок начнет двигаться. Иначе... Обозначим теперь вот он начал двигаться, прошел в эту... И остановился. Вот в этой он... Какая-то остановка, первая остановка у него будет при любом раскладе. Вот он... Где-то он остановится. Вопрос в том, он остановится навсегда, или это будет мгновенная остановка, после которой он начнет двигаться в противоплотном направлении. Вот это на самом деле центральный вопрос. При каком условии брусок остановится в точке Х навсегда? Вот пока мы сказали, что это первая остановка. При каком условии останется навсегда? Вот. Ну, понятно, что в точке остановки сила упругости, вот если он остановился, то сила упругости на него действующая не должна превышать максимально возможную силу трения покоя. То есть, КХ1 по модулю, по модулю, меньше, чем мю МЖ. Или Х1 по модулю, меньше, чем мю МЖ, делить на К. То есть, вот эта зона застоя, я красным ее изобразил. Вот если Х1 попал в зону застоя, он остановится навсегда, правда, брусок. Вот если он в эту зону попал. Если же он проскочил, он пойдет обратно. То есть, мы на самом деле уже кое в чем разобрались. Правда? Значит, ясно, что если Х0 будет больше, да, то Х1 будет меньше. Ну, меньше вот на числовой оси не по модулю, а на числовой оси. То есть, чем больше Х0, тем меньше Х1. Правильно? Вот. А мы сейчас должны найти, чему равен Х1, и должны быть уверены, что он окажется в зоне застоя. Тут пока все понятно. То есть, Х0 мы уже установили, какому неравенству должно удовлетворять. Х1 для того, чтобы брусок остановился навсегда, как оно в описании ситуации, важно, чтобы он оказался вот в этой зоне застоя. Если Х1 оказывается меньше нуля, то есть вот здесь, слева от нуля, то пружина в конечном состоянии сжата. Вот это вот положение равновесия, когда пружина не деформирована. Если Х1 больше нуля, если Х1 равно нулю, то пружина в конечном состоянии не деформирована. Можно и такую задачу задать, да? Как сильно нужно растянуть, чтобы брусок остановился в положении, когда пружина не деформирована. Смотрите, вот задачи прямо рождаются по ходу дела. Если Х1 больше нуля, то пружина в конечном состоянии растянута. Вот как я здесь изобразил, Х1 больше нуля. Это значит, что пружина, вот она была растянута, мы отпустили, брусок проехал и остановился в положении, когда пружина еще растянута. А по условию она сжата. Так. Как найти Х1? Вот давайте в общем случае, как найти вот это, на самом деле, трудный вопрос. Сила изменяется, правда? Второй закон Ньютона мы не умеем применять для таких случаев. Второй закон Ньютона в школьном курсе физики мы должны играть по правилам, да? Вот в футболе нельзя играть руками, да? В школьном курсе физики мы должны играть по тем правилам. Конечно, если бы еще можно было играть руками в футболе, то возможности игроков бы увеличились. Но правило есть правило. Вот у нас своеобразное правило в школьном курсе физики. Мы должны ограничиваться тем, что вот есть кодисекаторе. Второй закон Ньютона мы реально применять умеем только в случае либо равноускоренного движения вдоль прямой, либо если движение по параболе, там это фактически в синематике сводится, либо при равномерном движении по окружности. Либо вот когда неравномерное движение по окружности в вертикальной плоскости, нам надо включать закон о сохранении. Значит, сила изменяется, второй закон Ньютона применять не умеет. Первое, за что мы хватаемся в таком случае, Наталья Сверлова, у которой нету звука. Значит, попробуйте перезагрузиться, просто перезагрузить сайт, это иногда помогает. Виктория, закон изменения энергии, ну вы знаете, вот честно говоря, такого канонического закона я не знаю. Есть закон о сохранении энергии, сейчас мы к этому перейдем. Значит, вот давайте, но в этой ситуации закон сохранения энергии в механике, вот иногда говорят, закон сохранения механической энергии, раньше так вот в учебниках писали, сейчас все поубирали это, потому что нет такого закона, нету закона сохранения механической энергии. Вот, есть закон сохранения энергии в механике, то есть, когда мы формулируем условия, при которых у нас механическая энергия сохраняется, да, вот когда действуют только потенциальные силы и система замкнута. Значит, но закон сохранения энергии в механике тоже применить нельзя, потому что есть сила трения скольжения. Вот смотрите, вот здесь единственное, что можно сделать, я по крайней мере не вижу, если кто-то видит другой способ, как можно решить это, я не видел, мы это обсуждали, но часто есть заблуждение, что ее можно решить с помощью закона сохранения энергии. На самом деле это не так, я могу оспорить. Значит, остается только теорема об изменении теоретической энергии. Вот, к сожалению, ею, хотя она есть в кодификаторе, на нее часто ссылаются в экспертных решениях, но она не популярна. И вот я, честно говоря, тоже к ней пока сам писать в степенике не начал. Я к этой теореме, которая, к сожалению, неправильное название дал ей Кикоин, и с его легкой руки, на самом деле, называется она вот в энциклопедии, ее официальное название, это не теорема о кинетической энергии, а теорема об изменении кинетической энергии. Вот это ее классическое название. Да, только не теорема о кинетической энергии, Елена, а теорема об изменении кинетической энергии. По крайней мере, вот во всех энциклопедиях, во всех серьезных курсах мы говорим так. Сейчас вот давайте. Значит, теорема, эта теорема, она шикарна. Чем она шикарна? Ее можно применять всегда. Просто всегда. Потому что она является, ну, в инерциальной системе отсчета, конечно. Ее можно применять, она является просто другой записью второго законодательства. Она непосредственно следует из второго законодательства, где никаких ограничений на силу нет. Потенциальные, непотенциальные, трения скольжения, диссипативные, потенциальные. Все. Теорема об изменении кинетической энергии универсальна. Поэтому, значит, мы ее можем всегда применять. Это вот такая палочка-выручалочка. В данном случае, вот, вот я ее специально сформулировал. И вот как она, ну, у нас в нашем УМК, конечно, мы не первые и не последние, кто ее формулировали. Но мы взяли формулировку классическую. Вообще, вот, теоремы надо, основные все законы, там оригинальничать нельзя. Изменение кинетической энергии тела равно работе равнодействующей всех приложенных к телу сил. Равнодействующей. А работа равнодействующей, к счастью, равна алгебраической сумме работ всех сил. Работа-то это скалярная величина. Правда, имеет знак, может быть, и положительный, и отрицательный. Поэтому нужно алгебраическое написано. Не просто алгебраической сумме работы, если что-то знает. Вот все. Вот этим мы можем пользоваться. Давайте мы посмотрим. Значит, вот это в виде формулы мы записали теорему об изменении кинетической энергии. Изменение кинетической энергии равно сумме работ всех сил. Поскольку в начальные и конечные моменты у нас брусок покоится, мы его спустили без начальной скорости, в конце он остановился. Изменение кинетической энергии равно нулю. Значит, суммарная работа. Давайте сейчас, ну, я бы сказал, изолированная, это вот говорят электрически изолированная система, здесь заряды. Давайте, давайте говорить, замкнутая система тел по определению. Это система тел, которая взаимодействует только между собой. Значит, суммарная работа всех сил, всех действовавших на брусок до его остановки сил равна нулю. Какие силы действовали на брусок? На него действовала сила упругости пружины. Работа силы упругости пружины равна изменению ее кинетической энергии. А чему равно изменение? Это нужно изначальной энергии, вот, изначальной энергии пружины, потенциальной к x нулевой квадрате пополам, вычесть, конечно. Вот это работа силы упругости, она положительна. Потому что x нулевое больше, чем x нулевое. Работа силы трения покоя минус, минус, ню, м, ж, л. Потому что есть такие люди, которые пишут, что работа силы трения покоя равно ню, м, ж, л. Это ошибка. Потому что работа силы трения покоя это минус ню, м, ж, л. Она отрицательна, работа силы трения покоя. Потому что сила трения покоя направлена противоположной перемещению. L путь пройденный бруском до остановки вот обратите внимание работа силы трения скольжения меньше нуля вот ну теперь что важно по условию брусок до остановки двигался в одном направлении поэтому пройденный им путь L смотрите вот X1 какой бы знак не имел но путь всегда равен X0 минус X1 все вот этим хорошо что мы пользуемся просто X это координата какой знак есть такой есть теперь применим теорему об изменении физической энергии вот это у нас работа силы упругости это вместе с минусом вместе с минусом это работа силы трения скольжения переносим это в правую часть получаем работу силы упругости и вот некоторые прямо это и пишут вот есть такие не только ученики но даже учителя которые пишут вот эту формулу Приговаривая при этом, что изменение потенциальной энергии пружины равно работе силы трения. Это неправильно. Это просто ошибка. Вот это вот очень важно. Работа силы трения скольжения отрицательна. Поэтому изменение потенциальной энергии пружины положительно. Они неравны друг другу. Вот это правильное. Работа силы трения скольжения отрицательна. Сумма их равна нулю. Сумма с учетом от этого минуса. Ну, здесь дальше смотрите. Тут просто счастье на нас падает, потому что здесь разность квадратов, правда? Разность квадратов это произведение, разности на сумму, разности сокращаются, правда? У нас х нулевое не равно х1. Значит, Виктория, можно говорить про модуль, но нет закона, в который входит модуль. Вот закона. Давайте так. Мы должны приучить себя и детей. И от этого сначала себя. Что мы используем только те законы, которые есть. Мы не придумываем новых законов. Вот нет закона, в котором есть модуль, Виктория. Вот я так понимаю, что вы тоже в таком виде записывали. Я еще знаю хороших учителей, других, которые тоже в таком виде записывали, приговаривали, что изменение потенциальной энергии... Вот, скажи, признайтесь честно, были такие, вот среди вас есть такие, кто записывая это уравнение, писал, что работа... Есть же аналогичные ситуации. Работа силы... Работа силы упругости равна работе силы трения. Вот не равна ни в коем случае. Ну вот, значит, тогда наш сегодняшний вебинар очень полезен, потому что он развеет этот миф. Это просто очень распространенная ошибка. Нет, 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 Виктория. Нельзя, вот нету, вот без промежуточных рассуждений, очень легко, очень легко сделать ошибку. Понимаете? Вот надо не торопясь. Вот, понимаете, если вы хотите, чтобы ваши дети уверенно решали задачи победить, и вы сами не плавали по собачьи, а, так сказать, уверенно плавали стилем, вот, то очень важно играть по правилам. Вот игра по правилам, это и есть палочка-выручалочка. Как только у вас появляется соблазн, самое страшное слово, это слово аналогии. Вот слова по аналогии означают, что вы утратили имя. Все. Как только вы начали рассказать по аналогии в кавычках, это значит, что вы перестали понимать, что вы делаете. Никаких аналогий быть не должно. Значит, вы должны идти строго по правилам. Вот смотрите, я, давайте вам такое немножечко отвлечение в сторону. У меня в своей научной деятельности, ну, я с разными, так сказать, учеными имел дело, пересекался, понятно, это, так сказать, научная среда, но в моей жизни я встречался с двумя учеными мирового класса. Мирового класса. Один из них стал лауреатом Филсовской премии, это аналог Нобелевской премии по математике. Другой это, ну, сделал открытие, которое, ну, вошло в историю физики. И вот их стиль, я с ними работал, меня поразил их стиль мышления. Вот он отличался от стилей, и этот же, и этим же стилем мышления пронизан Кейненовский курс. Понимаете, вот он заключается в том, что они размышляют по-простому, по-крестьянски. Но они вот как бульдозер, вот как, да, они идут дальше. Понимаете, вот где многие бы сдались, они, применяя, то есть вот в этом смысле, так сказать, как ни странно, именно вот эта вот, так сказать, уверенность, справедливость физических законов, в том, что их можно применять и исследовать дальше ситуацию, вот она на самом деле и приводит к открытиям. Поэтому я заклинаю вас, пожалуйста, никаких аналогов, как вам только хочется сказать, там, по аналогии, это значит, вы перестали понимать, в чем дело. У меня у самого этот грешок был. Значит, поэтому здесь никаких, никаких, мы четко пишем. Вот это теорема об изменении кинетической энергии, сумма всех работ равна нулю, это мы просто перенесли правую часть вправо, вот этой правой части нету какого-то физического смысла, это просто перенесенное вправо и изменившее знак. Значит, вот, когда мы сократили на х нулевое минус х1, потому что тут будет сумма, умноженная на разность, разность квадратов, да, то у нас образовалось вот такое простое очень уравнение, тут оказалось, что к пополам, умноженное на х нулевое плюс х1, равно мюмж. И вот смотрите, какое мы получили, вот к перенесли вправо, мы получили, что среднее рефметическое начального и конечного положения, это же среднее рефметическое, то есть точка, которая находится точно по середине езды. Х нулевым и х1, вот она. Она совпадает вот с правой границей, смотрите, с правой границей, ну это положение равновесия бруска, это не право, это новое положение, вот это, тут у меня это, ну, описка, это я уже дальше рассуждал с точки зрения, тут аналог, но забегаю вперед, скажу, что происходит на самом деле гармоническое колебание, и это положение равновесия для этого колебания, тут надо в кавычке было это сделать. То есть вот эта точка, х равная мюмж делить на к, вот я ее видите, выделю, она находится точно по середине, между начальным и конечным положением бруска. То есть вот мы как бы можем на столе отметить, да, черточкой, то растяжение, ну то положение бруска, дальше которого, если растянуть, начнется его движение. Вот мы на сколько-то отодвинули за этой границей, и он проедет за этой границей столько же. То есть вот это как бы такое фиктивное положение равновесия, новое в кавычках, мы сейчас поймем. То есть вот мы, результат какой, что мы х1 нашли, мы знаем, что х1 находится от правой границы зоны застоя на таком расстоянии, как начальное положение бруска. Вот не наводит ли это на новую идею? Ну я уже и сформулировал. Мы сейчас увидим, что, на что, что напоминает вам такие вот, такое движение, где, так сказать, ну, положение, вот мы сейчас увидим, оно является, оно находится точно попередине между ними. Мало этого, колебания, конечно, мало этого, мы сейчас вот увидим, что это действительно, так, теперь максимально возможному х нулевому, то есть, которое соответствует минимально возможной х1, минимально возможной, это на числовой оси минимальная, то есть как можно левее расположенная. Минимально возможной х1, при котором брусок может покоиться. Где он может покоиться? Самая левая точка, в которой он может покоиться, это левая граница зоны застоя. Правильно? Значит, нам нужно растянуть брусок. Это две границы зоны застоя должно быть. Правильно? То есть на целую ширину зоны застоя, как раз 2 ммж делить на К, вот она. Вот это ммж делить на К и тут в эту сторону. Вот мы должны растянуть так, чтобы у нас, мы знаем уже, что вот эта точка находится от этой точки, но в таком растении как начальная, да, это можно растянуть на 2. При этом, поскольку вот это начало координат у нас, положение равновесия, значит х нулевое максимальное, получается 3 ммж делить на К, то есть вот это вот. Это есть 3 ммж делить на К. Это ответ на вопрос задачи, потому что это и есть d максимальное равно х нулевое максимальное, и мы получили d1 максимальное. Вот соотношение, из которого можно делать, можно сколько задач ставить. Можно задать мю, м и К и спросить, чему равно максимальная начальная деформация, при которой брусок будет после того, как его отпустим, двигаться в одном направлении, одна задача. Можем мю спросить, все остальное задать, и спросить, при каком мю брусок будет двигаться только в одном направлении. Можем м, вот м как раз именно в этой задаче задано, вот м мы выразили через все остальное. Можно задать К, при какой жесткости пружины. То есть вот здесь можно на 4 региона спокойно из этой формулы задать задачу. Это мог бы быть конец. Вот все, мы, так сказать, ответ получили, но на самом деле самое интересное впереди. Это только начало исследования. Я тут вот когда Черновик писал, я написал «За мной читатель». А кто знает, из какой книги слова «За мной читатель»? В какой книге, очень широко известной, некоторые главы заканчиваются словами «За мной читатель». Ну-ка, интересно, кто-нибудь вспомнит? Не одна физика на физике существует. Книжка замечательная. Никто не помнит. В какой книге некоторые главы заканчиваются «За мной читатель». Не помните, да? Ну, даю еще немножечко времени, может кто-то вспомнит. Так, потом скажу в конце. Эта книжка, на мой взгляд, это, наверное, самый лучший роман, написанный за все советское время. Но не опубликованный. А нет, опубликованный в конце. Ну, так, на излете опубликованный. Так, ну, это «Мастер и Маргарита». Если вот это сам «Мастер и Маргарита», там некоторые главы заканчиваются словами «За мной читатель». Вот, поэтому вот я могу тоже, да, Булгаков, конечно. Это только начало исследования. Вот это, что мы сделали. Вот мы остановили, да. Ну, Виктория, вы молодец. Очередной раз. Значит, это только начало исследования. Давайте двигаться дальше. Вот за мной читатель. Смотрите, дальше настолько интересно все получается. Давайте вот отпустили в точке Х0. В точке Х1 остановился наш брусок. А в какой точке скорость бруска была максимальна? Вот понятно, что мы отпустили, брусок начал разгоняться, а потом начал тормозить. Правильно? Значит, где-то в какой-то точке его скорость была максимальна. В какой точке скорость бруска была максимальна? Чем мы можем, из каких, ну, какое условие мы можем записать? Какую формулу для того, чтобы определить, в какой точке скорость бруска была максимальна? Есть идеи. Вот это просто, это то, что можно у детей спрашивать, тут никаких нету трудностей. И вот разгоняется. Это вот качественное использование второго закона Ньютона. Значит, вот оно, да, оно как бы, вот, ну, это вот, поэтому я и назвал эту точку точкой равнодействия. Сумма сил равна нулю. Совершенно верно. Точно-точно. Вот, все. Вот. Нет, тут даже не надо теремообъединения синтетической энергии. Просто равнодействие. Смотрите. С точки, в которой равнодействующие, приложенные к бруску сил, равна нулю, да? Какие на него действуют силы? Вот я тут написал прямо проекции, да? Минус КХ, да? Потому что в обратную сторону, влево на него действует сила упругости. Плюс МЮМЖ, потому что сила трения скольжения вправо действует. Равно нулю. Значит, в точке, где Х равен МЮМЖ делить на К? Вот это та самая точка. Это как раз, ну, положение, это опять я назвал, вот это в кавычках надо положение. То есть вот это вот наше, ну, как бы положение равновесия для этого движения. На самом деле вот положение равновесия труска. Это мне тут надо, ну, внести. Давайте так, будете это деткам рассказывать, учтите, что лучше не пользоваться понятием положения равновесия, потому что они могут неправильно понять. Я это осознал, но уже хотел правку внести, но уже было поздно, я боялся, что будет суметься. То есть вот это вот положение, правая граница, зона застоя, да? То есть у нас, как бы, смотрите, происходит половина колебания, половина. То есть это очень похоже на гармоническое, на половину гармонического колебания, да? Вот этим положением равновесия. Правда? Смотрите, вот разгоняется, потом... Но будет ли это гармоническим колебанием? Будет ли у нас при этом выполняться, ну, именно следовать будет по синусеидальному закону? То есть можно ли здесь говорить о гармоническом колебании? Потому что если можно... Значит, так, смотрите, смотрим. Проверим это предложение. Можно ли вот рассматривать... Дело в том, что есть задачи, особенно вот такие олимпиадные, но не очень высокого уровня, где рассматривается движение тела под действием силы, которая линейно зависит от координаций. Это может быть сила 3. Есть такие задачи. Вот оказывается, что это есть аналог как раз гармонических колебаний. То есть это как раз очень хороший пример. Вот давайте сейчас. Вот уравнение второго закона Ютона. Вот честно пишем. МАХ, да, это в проекциях на оси Х. МАХ равно минус КХ плюс ММЖ. Смотрите, вот если бы не было ММЖ, то это просто было бы у нас уравнение второго закона Ютона для груза на пружине, который совершает гармонические колебания. Квадрат циклической частоты равен К делить на М. А здесь есть постоянное слагаемое, постоянное слагаемое. Вот на самом деле пугаться его не надо. Потому что эта ситуация, разобранная у нас в нашем учебнике, если у вас, вот смотрите, вы же деткам показываете колебания груза на пружине. У вас пружина вертикальная и груз подвешен, правильно? И вот он совершает вертикальные колебания. Когда груз на пружине совершает вертикальные колебания, они совершаются относительно положения равновесия, которое не соответствует положению, при котором пружина не деформирована. Они совершаются вокруг положения равновесия груза, когда пружина растянута. Вот. И вот этот сдвиг, вот этот сдвиг обуспечен, только там, там МЖ просто, не МЖ, там МЖ просто стоит. И оно не меняет направление. Поэтому мы это подробно разобрали в нашем учебнике. Значит, колебания груза на пружине вертикальной, они в точности происходят по тем же законам, по которым колебания груза на горизонтальной пружине. Надо сделать только замену переменок. Вот мы, на самом деле, тут это и сделаем сейчас. Давайте перейдем в новую переменную Y, которая равна нулю, вот положение, ну, условном положении равновесия. Это вот правильнее говорить, это вот правая граница зоны застоя. Вот если X от нуля идет, при Y отсюда будем отсчитывать. То есть вот у нас же вокруг этой точки происходит как-то половина колебания, да? Вот, то есть надо от Y отнять вот это, не МЖ делить на K. Вот это как Y через X выражается, вот как X через Y. Что важно? Ускорение по X, то есть взятые что по X, что по Y одинаковые. Потому что они отличаются X от Y, вот X от Y, только постоянной величиной. Раз постоянной величиной на производных ни на первое, ни на второе это не отражается. Поэтому ускорение будет одинаковое, вот в этом уравнении. А здесь вместо X подставим это выражение. Вот я подставил, вот взял просто честно, без всяких аналогий еще раз, просто честно в лоб все пишу, понимая каждый шаг. Это вот очень важно. Вот до арифметической ясности мы будем все довести. Вот просто вместо X записываем вот это выражение. Вот оно. Y плюс МЖ делить на K. И когда мы это распишем, у нас вот это слагаемое сократится с этим слагаемым. И останется МАУ равно минус КУ. Я специально обвел его рамочкой, потому что это уравнение гармонических колебаний. То есть мы действительно доказали, что когда у нас брус движется отсюда, наш брусок, от начального положения до остановки, это есть не что иное, как половина гармонических колебаний. И вот здесь я сделал открытие. А ведь это период гармонических колебаний не зависит от амплитуды. Это одно из замечательных свойств гармонических колебаний. Открытие, кстати говоря, кто знает, кто открыл, что период гармонических колебаний не зависит от амплитуды. Это экспериментальное было открытие. Кто знает, что это открытие сделал. Кто на опыте обнаружил, что период колебаний, нет ни Гюйгенс, нет ни Гюйгенс. Раньше, раньше, но на ту же букву, смотря на ту же букву, что и Гюйгенс, но раньше его. Кстати, это вы, детка, можете рассказывать. По-моему, мы об этом и в учебнике написали. Это открытие сделал Галилей, совершенно верно. Галилей, когда ему было 19 лет. Находясь в соборе во время богослужения, вот он уже тогда был таким, ну, не очень, как бы, это самое, истовым верующим. Вместо того, чтобы слушать проповедь, он наблюдал за колебаниями люстр и заметил, что колебания люстр, они все одинаковой длины были, колебания люстр, период колебаний не зависит от амплитуды. А как он измерял время, кто знает, с помощью чего он измерял время, если он, что период не зависит от амплитуды, чем он измерял период? Пульсом своим, совершенно верно. Он, да, 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 да. Вот смотрите, видите, великие открытия делали с помощью таких, это самое, вот у нас про это есть задание в тетраде для лабораторных. Вот, значит, тогда смотрите, вот вы такую замечательную вещь обнаружили. Смотрите, что время движения бруска до первой остановки равно половине периода, то есть вот t, а t это вот, ну прямо вот берем, вот это квадрат циклической частоты, k делит на m, отсюда период находим, а у нас половина периода, половина периода, правильно? Когда скорость от нуля до нуля, да, значит, через максимум проходит. Время движения до первой остановки равно половине периода, вот оно. И корней из m делит на k. Мы смогли найти это время движения, смотрите, мы, мы исхитрились, конечно, да, мы напрямую законы Ньютона не использовали, но мы использовали то, что мы знаем из теории гармонических колебаний, да. Вот мы напрямую это применили. Время движения, обратите внимание, до первой остановки, потому что, смотрите, вот время движения бруска до первой остановки, как бы мы не растянули пружину, отпустили, если первая остановка произошла в зоне застоя, навсегда, если нет, здесь остановится он, слева от зоны застоя, но время движения до первой остановки не зависит ни от начальной деформации, ни от коэффициента трения, оно всегда равно тому периоду колебаний, который был бы у этой пружины, будь она подвешена, или бы если бы она была, ну, мне кажется, это очень красивый результат. Вам нравится этот результат? Согласитесь, что он сам по себе неожиданный, и это самое, действительно, причем, мне кажется, что он детям доступен, тут никаких примудрости тут нету, и смотрите, сколько прокатывается, вот при исследовании этой ситуации, сколько мы прокатали, да, мы прокатали гармонические колебания, мы прокатали теорему об изменении кинетической энергии, мы прокатали силу трения скольжения, мы прокатали условия для силы трения покоя, просто, вот, а ну-ка попробуйте, если все по отдельности, да, вот, пусть на это даже идет целый урок на исследование, во-первых, это, прямо она захватывает детектив настоящий, вот, но это еще далеко не все, вот это, так сказать, то есть, это, вот смотрите, а что будет, если в начале растянуть пружину сильнее, вот Виктория у нас догадалась, что если, если растянуть сильнее, вот мы до сих пор растягивали так, чтобы остановился в зоне застоя потом, а если у нас сил хватает, и мы, или кого-то в помощь позвали, как это самое, детка, детка, бабку, бабка, внучку, отожучку, и все вместе потянули эту пружину, растянули ее капитально, так что у нас, когда мы отпустили этот брусок, он пролетел со свистом, вот эту зону застоя, и вот, где была его первая остановка, он остановится тут или нет, навсегда, еще раз, смотрите, мы растянули брусок, да, главное, что, ну мы, у нас же идеальная пружина, Виктория, о чем вы переживаете, мы работаем в мире идеальных конструкций, да, мы, это модельная пружина, это правильный, главное, что, ну пружина-то, это и есть проволока, кстати, она является проволокой, даже когда она свернута, кстати, между прочим, когда вы растягиваете пружину, какая-то деформация, вот вы знаете, да, есть четыре вида деформации, да, растяжение, сжатие, изгиб и кручение, да, когда вы растягиваете стиральную пружину, растягиваете, то какая-то деформация, какая-то деформация, не-не-не, вы догадаетесь, Нет, это не растяжение, как и странно. Кручение, конечно, при этом скручиваются, вот, потому-то и выбраны были пружины, что там при сравнительно небольших, это придумали люди, пружины, не только для опытов, конечно, они исполняют роль и этих амортизаторов, то есть это специально придумали для того, чтобы сравнительно небольшие, при сравнительно небольших силах упругости возникали довольно большие деформации. Поэтому для обычной пружины, самой вот привиальной, которую мы все время используем в демонстрациях, которыми дети пользуются, там, хотя это вроде бы растяжение и сжатие, но работает реально деформация кручения. А деформация кручения, на самом деле, это комбинация деформаций сдвигов. Правильно? Один, поэтому, так, смотрите, как вот казалось бы в простых вещах. И, итак, еще раз, если мы растянули в начале пружину достаточно сильно, то, когда мы брусок отпускаем, он не останавливается в этой зоне застоя, он ее проскакивает и останавливается слева. В этой точке он может навсегда остановиться или нет? Скажите, пожалуйста. Может ли он в этой точке остановиться навсегда? Это для него точка или запятая в его биографии? Не может остановиться. А почему не может остановиться? Правильно все говорите. А почему он не может тут остановиться? Что ему мешает? Почему он не может в этой точке? Сила упругости больше чем что, Виктория? Сила упругости в этой точке больше чем что? Чем что? Почему вот в этой точке невозможно равновесие? Максимальная, Виктория, вот в этой точке сила упругости, она больше, чем максимальная сила трения покоя. То есть ну больше трения так мы не можем говорить, сила. Мы не можем силу сравнивать с трением это явление. Мы можем сравнивать силу упругости с силой трения. Значит, да. То есть, вот если у нас он пролетел, то тогда а вот там, к вам теперь вопрос. Вот если он пролетел сюда и вот эту точку мы нашли. Можем ли мы вот это было следующее открытие мое. Я понял, что тут тоже ничего не надо делать. И дети это могут понять. Можем ли мы без новых расчетов предсказать, что дальше будет происходить? Вот напишите, что дальше будет происходить? Вот он пролетел. Пролетел, пролетел. Что дальше будет происходить? Вот можем ли мы, если мы знаем положение x1, можем ли мы сразу, сходу, предсказать каким будет положение следующей точки остановки? Вот просто не происходя вот чисто нет, вот тут оно не остановилось в зоне застоя, оно пошло обратно, вот скажите пожалуйста, что подождите, это все общие слова давайте, вот зная x0, мы нашли x1 потому что вот это, мы знаем, что вот эта точка, правая граница зоны застоя это середина расстояния между ними значит, если мы знаем x0, измеряем вот это, идем настолько же влево, и вот это x1 теперь, беря этот самый измеритель, или как называется да, вот этот циркуль, у которого две иголочки, да, можем ли мы графически найти где будет x2 где будет x2 вот смотрите дорогие мои, ситуация полностью повторяется, полностью забываем про x0, и можем рассматривать x1 как начальная положка, конечно относительно левой крайней точки Виктория совершенно верно нужно учесть направление конечно, конечно, Елена ну согласитесь, это просто вот можно открыть, если это вот подать интересно и чтобы дети понимали каждый шаг то здесь видно, вот действительно, вот на такой, казалось бы, совсем простой ситуации брусок на пружинке он же высоких задачек есть, да смотрите, сколько тут, какая красота тут кроется конечно, забываем про x0 да, x1 теперь наше начальное положение и конечно, теперь все то же самое только в начале пружина сжатая и где будет, где оно все то же самое, только поскольку сила трения скольжения изменила направление то роль эффективной, так сказать или эффективной положения равновесия теперь не правая точка границы зоны застой, а левая будет играть то есть точка x2 будет находиться на таком же расстоянии от левой границы на которой была эта если вторая точка остановки x1 оказалась в зоне застоя то тогда все это конец география закончилась а время движения бруска до полной остановки t2 равно 2 вот этих t пополам ну или то есть 2π смотрите мы можем и тут предсказать какое будет время движения казалось бы представьте себе с самого начала мы вызвали такую задачу отпустили да и значит брусок двигался и потом так сказать изменил направление движения и остановился чего равно время движения ну казалось бы все это безнадежная задача ничего подобного вот мы видим причем обратите внимание что эта величина не зависит не от x0 ну она то зависит потому что если слишком большой но если нам по условию сказано уже что она вот даже ничего не было сказано просто отпустили и известно только то что она двигалась влево а потом двигалась справа и остановилась то есть она один раз изменила направление движения или он брусок и спрашивают чему равно время движения казалось бы ничего не задано вообще можно и нюни давать даже слушайте потому что ответ зависит только от м и к ну это просто вот какой-то подарок судьбы так значит время да да время такое же в том же это самое остановилось зоне застоя давайте теперь если брусок снова проскочит зону застоя вот смотрите я нарисовал такую интересную биографию бруска вот уменьшил немножко зону застоя чтобы все поместилось да вот x0 такой большой здоровенный взял да вот x0 и первое было половина колебания относительно вот этой правой границы зоны застоя x0 долетел и настолько же ушел влево а когда он начинает двигаться вправо теперь роль положения равновесия играет левой границы зоны застоя поэтому он доходит сюда и и настолько же уходит вправо если он опять вылетел за зону застоя то опять мы меряем вот это расстояние и вот он сюда и вот здесь он уже останется на всегда вот смотрите после каждой половины колебаний положение равновесия переходит от одной границы зоны застоя к другой но положение равновесия в кавычках кто-то правильно написал в кавычках там всюду предыдущие нужно тоже поставить кавычки вы ну имеете ввиду это если будете рассказывать детям потому что так ну и теперь смотрите что получается значит амплитуда каждой следующей половины колебания меньше предыдущей на две ширины зоны застоя правильно каждый раз вот на две ширины а время движения грузка зависит от числа этих половин колебаний вот мы можем сказать вот наши вот если одно вот когда он сразу останавливается в зоне застоя тогда это вот x0 должно быть больше помните чтобы вообще начал движение x0 должно быть вне зоны застоя но не должен превышать вот это то что мы до сих пор да вот 3 мю МЖ делить на К если больше тогда он не остановится в зоне застоя вылетит влево тогда вот чему равно время движения если следующий между 3 и 5 вот мю МЖ делить на К тогда он совершит два колебания он пойдет сюда вернется и застынет тогда время движения 2 Т1 если Т1 вот у нас если еще то есть смотрите время движения как бы мы не растянули вначале пружину бросили брусок и потом следим за временем до полной остановки включили секундомер следим за временем время движения бруска до полной остановки квантована это целое число умножить на Т1 величина Т1 вот П корней из Н делить на К не зависит ни от мю ни от это самое ни от х нулевое ну вот давайте если хотите можем вернуться потому что ситуация такая ну тут вроде ничего сложного нет но вот она смотрите как она прямо как как веер разворачивается и все становится понятным давайте еще раз быстренько пройдем все дальше было мы вспомним какие у нас были эти самые как как тут можно начало давайте так перейдем так вот еще раз вот у нас начало было да давайте быстро теперь уже понимая к чему делаете это убираем вопрос начинаем исследовать ситуацию значит если бы трения не было совершал бы гармонические колебания с постоянной амплитудой будет уменьшаться значит условия покоя его и что мы можем для движения бруска уравнения написать значит сдвинется с места в начале если мы его отпустили только если за зоной застоя находится она еще не покрашена мы еще ее значение не осознали следующее он остановится после двигая брусок будет двигаться в одном направлении до остановки только в одном если вот это вот конечное положение бруска где его скорость станет равной нулю оказывается в зоне застоя это все понятно давайте вот еще вот скажите пожалуйста насколько понятно тут все потому что ну интересно это интересно но надо чтобы это было понятно вот это понятно что остановится чтобы остановился это должно быть в зоне застоя так скажите это так так дальше идем значит тут так понятно идем дальше ну зависит какое х1 там от знака х1 зависит пружина будет сжата и не деформирована или растянута конечно как найти х1 понятно что у нас нет другого пути честного пути кроме применения теоремы об изменении кинетической энергии это очень хороший пример потому что иногда иногда можно услышать так мы применяем закон сохранения энергии вот и приравниваем изменение потенциальной энергии пружины увеличению внутренней энергии за счет силы трения скольжения но у нас нету формулы для увеличения внутренней энергии мы эту формулу только отсюда и получаем только благодаря использованию теоремы об изменении кинетической энергии то есть честно решить эту задачу можно только используя теорему об изменении кинетической энергии поэтому я вам предлагаю обратить на нее внимание она часто выручает особенно если есть какие-то если есть непотенциальные силы вообще нет другого значит ну сила трения прежде всего сила трения сила сопротивления воздуха может быть значит поскольку начальные и конечные моменты брусок покоится дальше просто расписываем выражение это силы трения для работы силы упругости пружины работы силы трения ой скольжения вот это работа силы трения скольжения это у меня тут просто отпечатка дорогие мои слушатели вот здесь вот работа силы трения скольжения это вот авторы мои смотрели никто это не забыл работа силы трения скольжения Вот, вот здесь вот. Значит, дальше. Значит, гель путь пройденный брусцом до остановки. И работа силы трения скольжения меньше нуля. Это вот очень важно. Она только тут, пожалуйста, запомните, что тут скольжение должно быть. Значит, по условию брусок двигался до остановки в одном направлении. Значит, можем найти, чему равен пройденный путь. Вот, нашли. И теперь обнаружили, что на одинаковом расстоянии они от правой границы зоны застоя. Это напоминает нам, что тут могут быть колебания, наводит на мысль. Находим теперь максимальное х0, при котором брусок после того, как мы отпустим, движется в одном направлении, при этом х1 минимальное, нашли. Дальше, в какой точке скорость бруска максимально нашли. Это уже теперь окончательно уверяемся, что очень похоже на гармонические колебания. Значит, дальше мы действительно доказываем, что у нас вот пишем уравнение второго закона мигида. Честно все делаем замену переменных, уравнение гармонических колебаний. А дальше мы теперь смотрим, что будет, если у нас проскакивает, расширяем это. И видим, что такая очень красивая, как бы, последовательность половин периодов гармонических колебаний. Но одно относительно вот этой точки с центром, как бы, а следующее с этой, потом снова с этой, потом до тех пор, пока он, поскольку каждый раз амплитуда колебаний уменьшается, вот на ширину зоны застоя, у нас это самое. Ну вот, собственно говоря, все, Игорь Михайлович, что это вот, это признание в любви, Ольга, вот Игоря Николаевича. Так, значит, если все тут нормально, то вам тоже большое спасибо. Значит, следующий у нас, следующий вебинар через неделю, 18 апреля, это заключительный вебинар в этом учебном году, будет рассказывать Игорь Николаевич Кормилин. Вот, а к вам такой вопрос. Значит, мы хотим в следующем учебном году сделать серию, вот подождите, не прощайтесь, вопрос к вам, и, может быть, вас интересны ваши ответы. Значит, мы хотим сделать серию вебинаров, помощь в том числе тем, кто будет работать по нашим УМК. То есть, чтобы была такая, как бы, ну, текущая методическая помощь, чтобы мы рассматривали те темы, которые, так сказать, поэтому к вам просьба. Пожалуйста, мой электронный адрес вы знаете, значит, и, напишите, пожалуйста, какие, с вашей точки зрения, темы вот такого текущего, такой, ну, методической поддержки вы хотели бы, чтобы мы отразили. По каким классам, какие темы, и мы тогда специально подготовим вебинары на эти темы. Вот. Не чересчур трудная была сегодня тема. Вот скажите, пожалуйста, потому что у меня боялся я, что мы, ну, что я, это самое, понятно было это или нет. Я понимаю, что это не для всех детей можно сделать, но если вы будете не торопясь показывать, как из, вот получили ответ, да, из ответа рождается новый вопрос. Так же исследования и возникают. Вот. Ну, тогда всего самого-самого доброго. Я с вами прощаюсь до сентября. Вот. А Игорь Николаевич, что, 10-10 классов даже, их почти нет. Кого нету? Ну, я понимаю, что это не для всех детей, это, ну, может быть, и для сильных детей. Ну, вам самим, мне казалось, это тоже интересно. Просто вот, действительно, на простой ситуации, да, которая в десятках или сотнях задач фигурирует, вы смотрите, какой у него потенциал исследования. Огромный просто. Это может быть прекрасной темой проекта. Проект же может быть, вот если, причем тут экспериментальная часть может быть, не только теоретическая. Можно же измерить эти времена движения, в каком случае начнет двигаться обратно. Можно все предсказания теоретические проверять. Вот. Ну, все. Всего самого-самого доброго. И до осени я с вами прощаюсь. Счастливо. Желаю удачи и хорошего лета. Уже началось тепло потихонечку, а дальше будет все теплее и теплее. Удачи вам и вашим ученикам, сдачи ЕГЭ, ОГЭ, чтобы все было хорошо. Спасибо вам большое. До новых контактов. Спасибо. Спасибо.